Друзья, здравствуйте, меня зовут Руских Оксана, и сегодня мы продолжаем говорить о пилотных проектах по иммиграции в Канаду и как получить джоп-офер в данных программах по иммиграции, пилотных программах, так и в федеральных программах. Итак, что такое джоп-офер? Джоп-офер – это одно из требований по иммиграции в Канаду. Получить джоп-офер от работодателя – это предложение о работе, можно несколькими способами. Это можно сделать рассылку резюме по сайтам, специализированным по поиску работы, можно взаимодействовать с кадровыми агентствами в Канаде, можно участвовать в выездных мероприятиях, ярмарке, вакансии. Можно также сделать очень информативный и хороший профиль в специализированных соцсетях, как LinkedIn. Процесс получения джоп-офера достаточно сложный. В том плане, что не все работодатели очень быстро дают ответ, резюме может затеряться. И так как я имею более 15 лет опыт работы в HR-индустрии, я понимаю, что когда человек просто присылает мне резюме, плохо составленное, без сопроводительного письма, это замедляет процесс. Итак, получить джоп-офер можно и нужно, только, конечно, нужно понимать, каким образом это сделать правильно. Что касается востребованных профессий в пилотных проектах, то их очень много. Это инженеры-строители, это инженеры-электрики, это механики, это люди, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, это учителя, врачи, медсёстры, сиделки, няни, секретари-референты, административный персонал, IT-специалисты всевозможных направлений, программисты, менеджеры ресторанного бизнеса и официанты, водители, водители больших грузовиков и так далее. И списки востребованных профессий, списки профессий, по которым вы получите джоп-офер, он постоянно обновляется, то есть необходимо постоянно следить за обновлениями. Итак, что касается языка, то по пилотным проектам, по пилотным программам они снижены до 4 баллов по IELTS. Это чуть ниже среднего уровня знания языка. Также был вопрос о том, что такое LMIA, Labor Marketing Impact Assessment. Это специальное разрешение, которое работодатель, прежде чем вам дать этот джоп-офер, прежде чем дать вам разрешение на работу, предложение о работе, ему необходимо было получить у властей Канады о том, что он не может найти специалиста в Канаде. И это, конечно, затрудняет процесс эмиграции. По провинциальным программам и по пилотным проектам это требование снижено, то есть его удалили. Этого требования больше нет. Это способствует скорейшей эмиграции в провинциальные Канады и по пилотным проектам. В Атлантическую Канаду провинциальные вот эти пилотные программы. Итак, что касается языка, то это 4 балла вместо 6,5-7 баллов по IELTS, так и в федеральных программах. И по джоп-оферу. Для успешной эмиграции получить джоп-офер необходимо, но к нему нужно быть готовым. То есть необходимо составить корректное, правильное резюме и сопроводительное письмо. От этих документов, многие, может быть, не придают большого значения этому, но от этих документов многое что зависит. Следующее. Постоянно увеличивать, постоянно совершенствовать уровень английского языка. И еще один такой совет. Всегда улучшайте себя в профессии. Например, вы работаете учителем, но ваш стаж не дотягивает года или сколько-то. Озадачьтесь тем, чтобы найти такого работодателя, который смог бы вам потом подтвердить этот стаж работы. Если вы водитель категории B, C, D, то также собирайте все необходимые рекомендации, документы о том, что вы имеете этот стаж и можете его легко подтвердить. Если вы человек, который связан с какой-то переводческой деятельностью или административной деятельностью, или с IT-технологиями, пожалуйста, усиливайте себя в профессии. Что я имею в виду? Я имею в виду, что все равно будет конкурс. И вас выберут и делают вам предложение о работе, если вы подтвердите не только документально свой опыт, но еще и знания. То есть обратите внимание, и чем лучше будет ваш английский язык или французский, тем будет проще вам сделать Канаду вашей второй родиной. Итак, друзья, всего доброго, до новых встреч, задавайте вопросы, и мы постараемся сделать такие видео, такую информацию для вас собрать, которая была бы для вас максимально полезной. Всего доброго, до свидания, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok